МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в Москве состоится инаугурация президента России Владимира Путина в числе приглашенных на церемонию представителей Алтайского края. В составе делегации, которая отправилась в столицу страны, доверенные лица Владимира Путина на прошедших выборах. Ведущая актриса театра музыкальной комедии Виктория Гальцева, председатель Совета алтайских ветеранов Владимир Климов. Встретий его представитель, олимпиец Сергей Каменский, из-за занятости не сможет посетить важное для страны мероприятие. На инаугурацию также приглашены депутаты Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и другие, а также алтайские сенаторы Сергей Белоузов и Михаил Щетинин. Наблюдать за происходящим будут и представители общественной палаты, и депутаты КЗС, и губернатор края. Церемония инаугурации президента России начнется сегодня ровно в полдень по московскому времени в Андреевском зале Большого Кремлевского Творца. Майский снег сегодня накрыл Бурнаул, а бийские системы пожаротушения задействуют во время чемпионата мира по футболу. О чем еще пишут журналисты Сибирской медиагруппы в нашем обзоре. Тогда, наконец, потеплеет, вопрошают корреспонденты полиции БРУ и делятся фотографиями майского снегопада от своих читателей. К слову, не самое редкое явление на Алтае. В ближайшую неделю температура ночью не будет опускаться ниже нуля, лишь в четверг до минус двух, а к выходным потеплеет до плюс пятнадцати. А в Бийске после дождя затопило здание администрации. В соцсетях появились фотографии с места событий. Их публикует АИФ Алтай. Корреспонденты выяснили, что 30 апреля в администрации начали ремонтировать крышу, но непогода только ухудшила ситуацию, поскольку закрыть кровлю не успели. Сильнее всего пострадал пятый этаж, вода успела проникнуть и ниже. Бийские системы пожаротушения задействуют во время чемпионата мира по футболу. Их установили на одном из крупнейших стадионов России в Казани, пишет «Комсомольская правда» на Алтае. Огромный объект вмещает почти 45,5 тысяч, только зрителей плюс персонал. На стадионе множество помещений, запутанных коридоров, кабинетов и обеспечить пожарную безопасность – главная задача. Системами пожаротушения, произведенными в Бийске, оборудовали не только стадион, но и строящийся выставочный центр «Казань-Экспо» и жилые комплексы. Кстати, оборудование из Наукограда поставляют и в страны ближнего зарубежья. Евгения Даровская, наши новости. Большая вода ушла, но проблемы остались. Жители Солонейшинского района, которые серьезно пострадали от мартовского наводнения, продолжают наводить порядок в своих домах и приусадебных участках. На днях в район доставили очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз депутат Государственной Думы Александр Прокопьев передал пострадавшим продуктовые наборы. Вода в населенные пункты Солонейшинского района хлынула с гор. Сотни жилых домов оказались затоплены. Серьезно пострадала инфраструктура, размыло шесть мостов. Многие лишились домашнего скота. У одних утонули свиньи, у других погибла птица. Со стихией по-настоящему сложно бороться, даже когда она прогнозируется. Но поводок в Солонейшинском районе был по-настоящему неожиданным и внезапным. И мы видели, как люди помогали друг другу, потому что в эти моменты важна, действительно важна быстрая реакция. И несмотря на то, что вода сегодня ушла, но проблемы остались. И на решение этих проблем понадобится достаточно большое количество времени. Сегодня Александр Прокопьев приехал в Солонейшинский район. Депутат Государственной думы встретился с людьми, которые пострадали во время паводка и лично вручил им продуктовые наборы. Дом Валентины Ивановны пострадал больше всех. Женщина даже не поняла, как, спасаясь от большой воды, оказалась на печке. А вот многодетную семью Ардашевых глубокой ночью разбудил сосед. Вода подступала к их дому со всех сторон. Мы из бухты-барахты побежали скотину спасать. Но пока скотину перегоняли, всё это дело, и домой уже зайти невозможно было. Сейчас Ардашевы живут у родственников. Ночевать в оцаревшем доме просто невозможно. Плесень пошла уже. Всё, это на стене, там стекловатые вообще. Вся мебель, всё. Проскопировался на ящички. С ремонтом глава многодетной семьи надеется управиться к концу лета. Сейчас пострадавшие от первой волны паводка ждут компенсаций, чтобы начать восстанавливать свои дома. Несмотря на то, что большая вода ушла, проблемы остались. Работы предстоит немало, и в одиночку людям не справиться. Напомним, фонд Александра Прокопьева уже оказывал помощь тем, кто попал в зону подтопления. В район привезли бутилированную воду, дезинфицирующие средства, подушки, тёплые одеяла, матрасы. А в Бийске комплексный центр социального обслуживания населения были переданы продукты питания и другая гуманитарная помощь. Сегодня в Боровлянском лесничестве заложат новый лес. Зелёная чаща в Троицком районе появится в честь победы в Великой Отечественной войне. Эколого-патриотическая акция так и называется «Лес Победы». Всего в ней примут участие больше 150 человек. Это госслужащие, представители власти, местные жители, ветераны лесного хозяйства, журналисты и школьники. Они высадят 3000 сеянцев сосны, закладывают новые сосновые леса на горельниках и безлесных участках. В преддверии 9 мая стала доброй ежегодной традицией. Сегодня в Рубцовске на сутки погасят вечный огонь. Эту процедуру проводят ежегодно, накануне Дня Победы, для того, чтобы коммунальные службы могли очистить все необходимые системы и звезду, которая обрамляет пламя. Добавим, что такие работы на мемориалах славы, посвященных погибшим в год Великой Отечественной войны, пройдут по всей стране. Мероприятия входят в рамки всероссийской акции «Дорога к Кобелиску». Битва хоров. В Октябрьском районе Бурнаула состоялись песенные состязания, приуроченные к 9 мая. В отборочном туре было 17 коллективов. До финала члены жюри не допустили только три из них. Несколько возрастных групп и несколько номинаций. Пожалуй, особый трепет вызывают самые юные исполнители, воспитанники детских садов. Их обязательно поддерживают воспитатели и родители. Это условия конкурса. Ну а темой нынешней битвы хоров, как и в предыдущие годы, вновь стала победа. Вы трости нас миллионы, семьи и горы. Вокальная студия «Ветер перемен» Алтайской академии гостеприимства стала победителем в своей номинации приз 15 тысяч рублей. Такое же денежное поощрение досталось и школе номер 59. Три детских сада Октябрьского района Бурнаула получили за победу по 5 тысяч рублей. Очень трудно кого-то оценить, либо недооценить. Все очень стараются, все желают победить. И кому-то отдать предпочтение очень сложно. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края переменная облачности. Дождь со снегом в Бийске и Заринске 8 тепла, 9 выше 0 в Рубцовске, 10 в Валейске, Камни-Наби. В Барнауле юго-западный паровистый ветер. Днем временами дождь и до 9 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин